Папа Мой любимый папа, добрый мой, знай, что твоя дочь всегда с тобой. Папа, мой любимый, строгий, родной, знай, что я всегда горжусь с тобой. Ну вот, как-то так мы начали наш программ. Сегодня это утренние звездочки. Happy Father's Day, говорю я, всем вам, дорогие, в студии у нас не только наши удивительные звездные утренние ведущие дети, хотя мы уже вообще даже и выросли здесь и стали тинейджерами. Аурелия Игоревна Стессин у нас сегодня с гостем папой. Доброе утро, Аурелька. Доброе утро. Доброе утро. Ну и, вы знаете, удивительная, очаровательная, тонкая, звонкая девочка, которая совсем недавно присоединилась к нашему курсу радиоведущих утренней звездочки на Руэсэй Радио. Кстати, школу еще записывает на лентный интенсив. Пожалуйста, звоните сюда на радио, и мы можем тоже так же обрадоваться вам в этой студии. Так вот, наша София Сергеевна Ирбе Синякова с нами тоже здесь, с папой, с гостем. Доброе утро. Доброе утро всем. Девчонки, отличается ваше утро с папами здесь в студии от таких обычных наших субботних воскресных утр? Конечно, всегда лучше, если папа здесь. Да. Мне тут не нравится, когда папа тут со мной. Тоже нравится. Ну а что, они у вас как это, бодигардс или как что? Вот расскажите, какое ощущение, когда вы пригласили с собой папу? Сейчас они выглядят как бодигарды. Сейчас, да. Всегда рядом. Всегда рядом. А есть какое-то волшебное утреннее слово, которое, девчонки, вы знаете, вот когда вы просыпаетесь, и можно прям это утреннее слово сказать, и папа сразу улыбается. Да, доброе утро. Я тебя люблю. Это прям так может день начаться с такого. Ой, как это красиво. Девочки, спасибо вам за ваши секретики, которыми вы тут делитесь. Ну хорошо, а как вы дома папу называете? Папа. Просто папа. Папа. Но он меня называет гусей. А тебя как называют, София? Меня просто София называют. Просто София. Ну что, хорошо, что не София Сергеевна. Доброе утро, София Сергеевна. Не хотите ли вы чаю, София Сергеевна? А, кстати, Аурель, простите, Аурель Игоревна, а у тебя папа утром пьет чай или кофе? Да, кофе, конечно, кофе. Мы ему на день рождения подарили самые лучшие. Сейчас он откроет свой кофешоп или магазин даже. Ого. Это столько кофе подарили? Да, ему хватит на три года. Ну, может, ты его недооцениваешь или друзей у него больше, чем ты думаешь? Да, у него много друзей. Ну, ясно. А кофе-то пьет с сахаром без сахара? С сахаром. С молоком? Угу. Ага, с сахаром, с молоком и с капелькой твоей любви? Да. А еще с капелькой любви мамы и капелькой любви старшей сестренки? Угу, и бабушке. И бабушке. Ну вот, вот такой коктейль утренний у папы, кофейный, очень здорово даже. Сейчас мы пока папу не трогаем, они у нас адаприруются в студии, мы же с вами добрые девочки. А, София, а у тебя что папу утром любит? Папа утром, он кофе всегда пьет, и я ему подарила несколько дней назад, на его день рождения, я ему подарила такой стакан, где там мое лицо и моего брата лицо. Ну, в общем, он весь день с утра проводит с вами, потому что ходит со стаканом кофе, где ваши лица смотрят прямо в душу и в сердце. Не скучает. Да, это его самый любимый стакан, самый любимый стакан. Самый любимый стакан, с которым он так и ходит. Вот, ну, девчонки, ну, просто счастье какое-то, да, просто. А вот мы сегодня, знаете, еще о чем поговорим? Помните ли вы, знали ли вы семейные истории, как мы с папой познакомились? Знаете ли вы, сколько уже вашей семье лет? И знаете ли вы, что такое отчество? Потому что я начала говорить о Уреле Игоревне Стессен или вот Софии Сергеевне Ирбе Синякова, да? Я так говорю сразу две фамилии, потому что у нас у Софии очень так звучно это. Знаете, были такие Лебедев-Кумач, Римский-Корсаков, да, Ипполитов-Иванов. То есть это всякие разные сочетания очень красивые. Но в американском мире, во-первых, могут быть любые сочетания также, да, фамилии. А в том, как мы с вами сейчас это представляем, почему я говорю, Аурелия Игоревна или София Сергеевна, потому что отчество, это от папы достается детям. Поэтому, как в стародавние времена было, как это объяснялось, когда, например, говоришь о Софии. София, дочь Сергея из рода Синяковых. Ну, у тебя Ирбе Синяковых, да, у тебя вот так. А у Рельки получается тогда Аурели, дочь Игоря из рода Стессен. Представляете, как красиво. Красиво и значимо. А вот у папы, как вот, если, например, ты о папе говоришь, как у папы отчество? Аурель, как дедушку звали? По папиной линии. Дедушка Эдик. Дедушка Эдик. Значит, у тебя, получается, папа Игорь, сын Эдуарда из рода Стессен. Стессен. Видишь, да, то есть сразу такое, какое-то другое, да, восприятие того, что мы здесь в этом мире есть. А у папы как? Семен. Так, значит, Сергей, сын Семена из рода Синяковых. Да. Очень красиво. И вот, ну вот, вы представляете, девчонки, что вы в себе несете? Вы представляете, какая значимость? Ну, а почему я об этом заговорила? Потому что сегодня нужно говорить так. Happy Father's Day. И поздравляем у всех. Дэдс, степдэдс, и грандэдс, грандфазерс. То есть это как раз мы всех-всех-всех, кто любит своих детей, поздравляем с Father's Day. Ну, а для того, чтобы всем было приятно, я нашла старенькую песенку. Мне кажется, сейчас наши папы оживятся и узнают, что это за песенка. А дети просто познакомятся с ней. Ну, и вообще, в общем, хорошего настроения. Это утренние звездочки. Это Руисы Радио. И наши утренние звездочки в студии ведут программу. Этим она уникальна. Папа может, папа может все, что угодно. Плавать брасом, спорить басом, дрова рубить. Папа может, папа может быть кем угодно. Только мамой, только мамой не может быть. Только мамой, только мамой не может быть. Такая тоже старенькая эта песенка. Это просто удивительно. Я просто помню, что когда мне было, наверное, 5 лет или 4, мы с мамой всегда ее пели. Также с моей сестренкой младшей, для папы. А вы слышали эту песенку, девчонки? Это утренние звездочки? Конечно. У нас сегодня Аурелия Игоревна Стейсин, радиоведущая из курса радиоведущих, школы радиоведущих Руисы Радио. И София Сергеевна Ирбисинякова. Спасибо вам, девочки. А ты слышала эту песенку? Нет, я никогда еще не слышала. Никогда еще не слышала. Ну и хорошо. Ну что, если ты никогда не слышала, то значит, ты ее послушала, и слова тебе запали. У меня есть еще одна очень грустная песенка, которую я тоже хотела... Ну нет, не грустная. Неправильно я сказала. Эмоция, да? Трогательная. У меня есть еще одна очень трогательная песенка, которую дочку поют маме, и еще одна папе. И еще одна очень интересная песенка, где папа и дочка поют рэп. Вот это, наверное, тоже мы сегодня с вами послушаем. Ну а сейчас, тадам, очень хотелось бы узнать, готовы ли вы к Блицу. Я очень готова. Я тоже готова. Вот интересно, есть ли такой момент, когда папа, и это еще не Блиц, это так, разминочка, когда папа Аурели может рассмешить дочку прямо за одну секунду? Ну, если только пощекотать. Ого! А вот если что-то сказать, на что она так вот больше всего смеется? Я буду смеяться на все, что он говорит. Все, что он говорит, всегда смешное. Я не знаю, почему. Может, потому что он играл в КВН? Может быть. Но это такой интересный юмор, интеллектуальный. Как дочка-то над шутками КВН со скольки лет смеется? С самого начала. С самого начала. А вот первое, на что она когда-то рассмеялась неожиданно для папы, это что было? Вот казалось, что она маленькая, она даже вот еще и не сможет реагировать, а она раз и рассмеялась. Помнит папу такой факт? Да, на слово нет. На слово нет? Отличный ответ, спасибо. Да, потому что когда я была очень маленькая, он говорил, нельзя было это, нельзя было то, я всегда улыбалась как-то смешно. Ага, понятно. Очень смешно. Сейчас получилось, да? На что дочка рассмеялась? На слово нет. Аурелька рассмеялась и сказала, да! Это так. Хорошо. София Сергеевна, может быть, можно я задам вашему папе-то уже вопрос? Вопрос, когда София в первый раз рассмеялась неожиданно для папы. Вот прям только неожиданно. Даже не вспомнилась. Да, не вспомнилась. Да, не вспомнилась. Да, давно была. Всегда так она, позитивная, да? Она маленькая, да. Наверное, было годика четыре. Годика четыре? Ну, да. Конечно, это приятные воспоминания. Знаете, они совсем стали другие, ваши папы, когда начали говорить о том, как вы маленькими смеялись. Ну, хорошо, девчонки, давайте теперь ваш ответ. Что, на ваш взгляд, может рассмешить папу? Когда я какое-то слово неправильно говорю, потому что я помню, когда я была маленькая, и мы ехали к гостям, и я всегда говорила «три богатыря» неправильно, помнишь? Мы в машине были, и я всегда говорила «три Барбара». «Три Бабра». И так еще неправильно сказала. Двойной, да, такой удар получился. А у тебя, Аурелька? Ну, у нас с папой как бы чуть-чуть по-другому, потому что у нас каждый раз, каждый день мы смотрим что-то новое, мы очень интересуемся в дом на колесах. Когда мы смотрим видео, я всегда что-то скажу смешное, и мы всегда смеемся. Ну, есть многие вещи, но не то, что так очень подробно сказать. Ну, хорошо. В общем, у вас просто весело и здорово. Итак, в программе «Утренние звездочки» наши звездочки утренние. Аурелья Игоревна Стейсин и София Сергеевна Ирби Синякова со своими папами. Можно догадаться, что у нас папа Игорь и папа Сергей здесь. Мы придумали блиц специально для Father's Day здесь, в студии, и, конечно, очень хотелось бы, чтобы все получилось. Мы всех поздравляем. Happy Father's Day, дорогие дэдс, степдэдс и грандфазерс. Или гранддэдс, да, тоже на им говорят. В общем, дорогие, вперед. Мы сейчас болеем за своих. Я болею за всех и сразу. Аурелька, пап, поближе, чтобы микрофон можно было. Yes! Итак, папин любимый цвет, Аурелька. Синий, синий. Странно. У обоих папа синий цвет. Хорошо. Игорь, Аурелька, любимый цвет. Раз, два... Я даже не могу это выговорить. Три. О-о-о. Ультрафиолет, что ли? Ну, holographic. Ну, это раньше был такой цвет. Так, а это какой цвет, Аурель? Перламутровый. Сейчас розовый. Понятно, розовый-перламутровый. И любит она фламинги. Что-то по-разному всегда. У меня меняется. Я, папа, поняла замешательство. Все понятно. Девушка, да, делала такое. Сергей, любимый цвет дочери? Черный. Но это пока. Конечно. Да, Софика? Это правда. Это правда. Аурелька, папин любимая сказка или история? Которую он тебе рассказывал в детстве. Вот ты как встречаешь папу, он тебе одно и то же рассказывает и рассказывает. Или ты говоришь, папа, ну давай твою любимую или давай мою любимую? А, да, дама сдавала багаж, картину, корзинку, картонку, маленькую собачонку. Собачонка-то выросла? Да. За это время? Папа, это правда? Да, да. А, Аурелькина любимая история. Их было столько много, что я даже не могу одну вспомнить. Слушайте, какая у вас много вариантность событий. Ладно. У нас всегда дома весело. Семейка, с вами все ясно. Спасибо. Так, ну а здесь как? Давайте-ка посмотрим. Можно вопрос опять сказать? Опять вопрос можно? А, да, конечно. Папина любимая сказка или история, которую он тебе рассказывал в детстве? А, он мне всегда рассказывал, когда в детстве, когда он с сестренками всегда играл. И как он с своими сестрами играл? С своими сестрами играл, что они, like, ам... Войнушку. 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 О, понятно. Казаки-разбоники. Она хотела сказать вонючка. Не, не хотела. Казаки-разбоники какие-нибудь. Интересно. Хорошо. Аурелька, а какие цветы папа дарит маме? Тюльпаны. Правда, пап? Точно. А какие цветы папа дарит тебе, Аурелька? Или розы, или я люблю спайрежь цветы. Ну, вообще, ты был, конечно, вопрос к папе. Какие цветы любит Аурелька? Да? Да, молодец, помогла. Ну, теперь он знает. Спрашивай. Так, пять. А какие цветы любит мама? Софика, спрашивай папа. Мама любит розы. Какие цветы? Обычно папа, да, розы дарит. Хорошо. Ну, а тебе какие цветы папа всегда дарит? Розы. Тоже розы. Пап, правда? Да, все. И папа Сережа сказал правда. Хорошо. Следующий ответ может заключать в себе не только близ ответ, да? А как мама познакомилась с папой? У тебя есть такая какая-то история? Давай. Ну, так, вкратце. Мне мама рассказывала, что она сначала познакомилась с его братом. Так они познакомились. Папа, веское слово. Да, мы стояли в очереди. А долго ли папа ухаживал за мамой? Да, они уже в этом году будут 25 лет. Ухаживал? Ого. Ну, это красота. Мне еще пусть 25 лет ухаживают. Да. Мы будем ждать вашей золотой свадьбы через 25 лет. Софийка, а ты знаешь историю семьи? А я не помню. Ну, можно пару слов, пап, чтобы Софийка знала по секрету всему свету? Ухаживал где-то полгода. Вот, красота. А где познакомились? Здесь, в Нью-Йорке. Ну, не буду спрашивать, как или можно? Я так думаю, что нас познакомили. О, какая красота. Софийка, какая ты счастливая. Ну, это же прям совсем здорово. Спасибо. Ну, мы тоже будем ждать ваших серебряных и золотых свадеб, чтобы все было красиво. Хорошо. И помнишь ли ты, аурелька, подарок, который больше всего удивил твоему папу? В любом возрасте. Вот прям вот подарок, который ему сделала, он такой О! Ну, ты знаешь, эти глаза незабываемые у папы бывают. Да, когда мне было 4 года, мама меня в коробку засунула и подарила ему. Вот это говорили. Ну, не то, что она меня засунула, я туда залезла. Нет. Я хотела. Она меня туда... Я сама сказала. Лучше мой подарочек, твой подарочек это я, я поняла Да, 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 да Интересный был вопрос, да? Какой был лучший подарок твой папе? Я, сказала Не, ну ты сказала, чем он был удивлен Ну хорошо, хорошо, ты умеешь удивлять Софика, а ты помнишь? Я помню, оно Недавно было, я его на его день рождения Идла Падрис Дэй ему подарила Это не Это что-то другое Это денежное дерево Это мы, моя мама купила Такое дерево И потом мы из денег сделали Такие сердечки и наклеили Не наклеили, а прицепили Ну И папа пришел с работой, он такой Вот это да Он рад был Представляю номинации Какой номинации были Купюры завернутые сердечками Это красота, когда папа так удивился Хорошо, Аурелька Любимый киногерой Или герой из мультфильмов Твоего, твоего папы Герой Мы не очень смотрим кино Мы смотрим Ну хорошо, мультики Ну хорошо, герой книг Комиксов Это не героин Это Вилэн Получается Шапокляк А крыска Лариска у вас уже есть? Как домашний питомец? Это дома Кто людям помогает Я тебе помогла Кто тратит время зря Хорошо О, молодец Хорошо, а как там насчет папы Сережи, София? А я думаю, у него несколько, у него много Я это, я даже это, я не помню, но я знаю, что у него много есть разных Хорошо Многовариантность событий тоже тут в полный рост Сереж, какой самый любимый киногерой? Даже Надо вспомнить Глаза разбегаются Не надо Не надо знать героя Потому что папа мой герой А вы знаете, следующий вопрос был Если представить вашу семью Какими-то киногероями Какого-то фильма Что это был бы за фильм? Супермен О, у Супермена вот какая семья София, а вот у тебя версия какая-то Я тоже подумала о Супермене Я тоже сразу Супермен Девчонки, ну и еще один вопрос Есть ли, Аурелька, у тебя талисман от папы? Когда у тебя какой-то экзамен Или какой-то важный день Или ты ждешь чьего-то звонка И хочешь, чтобы что-то получилось У тебя есть что-то такое, что вот от папы? Ну, до теста он всегда мне пишет Я думаю, что это всегда мне очень помогает Это специальные слова какие-то Кто людям помогает Хорошими делами прославиться нельзя Такой, good luck Ну, чтобы эти дела потом прошли Папа, да? А, совершенно точно Об этом тоже подумала Хорошо, Софика, у тебя как? У меня давно, мне папа подарил такой Браслет такой подарил Который я у меня дома сейчас Но я его всегда ношу И он мне, этот браслет мне очень нравится Он такой красивый И я его всегда ношу, когда тест Или когда мне надо Браслет на счастье Да Ой, какая красота Так, ну хорошо И теперь еще раз Перед чем мы перейдем к рубрике Звездочкиной вкусняшки Задам вопрос Любимое блюдо папы Аурели? Лимонный пирог И пирожки с рисом и с яйцом Это все ты готовишь? Да Ооо Мама готовит пирожки Да, привет, мама Не так часто А что они дома у нас целый мешок Теперь он не применил под метец Папа, готовь, сейчас у тебя есть уникальная возможность Задать ребенку тот вопрос Который еще никогда не был задан Прямо тут, в прямом эфире София, а у тебя Любимый кулинарный изыск твоего папы? Всегда, когда я печу печеньки Ему очень нравится Печеньки Любые печеньки он всегда ест Печенюшки, значит Они производят впечатление человека Похожего на Санта-Клауса Гляди-ка Это правда, папа? Да, это правда Я постоянно очень люблю то, что она готовит А пока она готовит только печенюшки Значит, кушай печеньки Так, ну у вас есть два варианта Один вариант это Задать вопрос любой своей дочке сейчас А второй вариант это Рассказать самую еще смешную историю Которая с вами произошла с дочкой По секрету от мамы Нет у вас секретов от мамы, да? Нетов от мамы Секретов от мамы нет, значит Только если, когда мы делаем ей сюрпризы Тогда есть секрет Но мама все всегда знает Если ты что-нибудь не знаешь, спроси у Гугла Если не знает Гугл, спроси у мамы Я помню Я, например, со своей мамой именно так и работаю Ну что, тогда вопрос? Или сначала у Гугла? У Гугла спроси вопрос, а потом у меня у него Да, можно спросить любой вопрос Задайте Аурельке Вот она здесь, рядом на радио Ты меня любишь? Ага А у нас была песня такая О, какой вопрос Так, Софийка, а ты какой-то вопрос задашь папе? Или папа тебе все-таки? Мне не надо его заказать Я уже все знаю Я это Хорошо Вопрос? Микрофон Не знаю Он все про тебя знает Хорошо, тогда смешную историю Смешную историю? Да? Когда мы в старом доме были в апартменте Мука Ну да, она была очень Ну, Соня была всегда маленькая Очень интересующаяся всем И особенно тем, что находится в холодильнике И в шкафчиках на кухне И вот она постоянно любила открывать шкафчики И доставать оттуда пакеты муки Рассыпать их И таким образом вот она была вся белая Она вся белая Руки у нее были, белые волосы, белые руки, белые ноги Вот И это было очень смешно Реликовик Реликовик Не, мельник Спасибо, вот такие у нас сегодня дети с папами Я думаю, поэтому она любит печь печенюшки Вот, да Ей же нужно было как-то оправдаться Спасибо, Аурелия Игоревна Стейсен И София Сергеевна Ирбисинякова Спасибо вам Утренние звездочки Звездочкины вкусняшки А у нас звездочкины вкусняшки Сегодня в честь дня пап Фазерс Дэй Аурелька приготовила что-то экстра-интересное Экстра-ординарное Наверное, одно из папиного любимого Правда, это не пирожки с сыром И правда, это не лимонный пирог По твоей версии, а что-то еще Поэтому ты, пожалуйста, давай делись София у нас хвасталась своими запеченными безешками Это было очень вкусно Печенюшками Это тоже было очень вкусно Я так понимаю, что это тоже любимое-прелюбимое Но сегодня у нас какой-то там Но очень похоже натертый пирог Это не натертый Похоже натертый пирог Ну, натертый пирог это, собственно, да Ну, я же делаю папин-лимонный пирог Он натертый Понятно, молодец, давай Это новый рецепт, который я сделала Можно давать его или на фадожде Или просто так летом кушать Это такой ягодный десерт Пирог, который можно кушать и холодным И горячим с ванильным мороженым Ух ты! Ягодные! Какие там ягоды? Клубника, ежевика, малина Все, что придумаешь Какая польза? Чтобы было вкусно Сколько готовить? Готовить, приготовить его где-то полчаса Но готовиться еще полчаса Так что быстро Ну, да Хорошо, ну рассказывай Бывало дольше Она, наверное, основное время запекания, да, отнимает? Ну да, ну полчаса Не считая Рассказывай Показывай, да, повыше Да Вот такого размера примерно у нас таких три полных штуки получилось Здесь примерно шесть чашек разных фруктов Я использовала клубнику, малину, ежевику Все разные Потом добавляешь туда немножко лимонного сока Полстакана сахара И когда ты перемешаешь Добавляешь туда еще столовую ложку крахмала И когда вы его размешаете Фрукты пустят сок И этот сок потом получается Потому что крахмал такой не сок, а сироп Который тоже очень вкусно Ну пока оно пускает сок Вы смешиваете муку Я использовала миндальную муку и обычную муку Где-то полстакана каждого Но вы можете добавлять потом Потому что когда вы будете нарезать туда масло Оно будет чуть-чуть таять Потом там сахар, чуть-чуть соли Разрыхлитель И все это вмешиваете Потом будет холодное масло Когда где-то две палочки Это один стакан Нарезаете на мелкие кусочки И пальцами вмешиваете это масло Чтобы оно получилось в такую мелкую крошку Которую сверху можно посыпать И еще это было вкусно Мы добавили еще миндальные лепестки Это не было в оригинальном рецепте Но я подумала, что это будет красиво Можно или крошки Но я думаю, что если у вас есть полные лепестки Можно даже сделать цветочек Ой, какая красота Аурелька, ты знаешь Когда человек творит на кухне Он закручивает вокруг себя Такой поток энергии интересный Как маленький тайфунчик Вот у тебя Когда начинается это творчество Когда у тебя этот тайфунчик начинает Когда ты едешь еще только домой И представляешь себе, что ты будешь готовить И по пути откуда ты там Заходишь в магазин Покупаешь то, что тебе нужно для готовки Или тут же звонишь папе И говоришь Так, папа, я сегодня вот это хочу Поэтому вот это вот нужно мне купить По дороге, да? Там миндальные лепестки Это тоже случается Потому что я всегда что-то забываю покупать Так папа, когда едет с работы домой Он заходит в магазин Папа, купи мне, пожалуйста, палочку масла Я помню, как у тебя в одном из рецептов Должно было присутствовать ликер И ты просто сказала папе Что нужно зайти в ликер-стор И купить виски А, это было с мамой Это была другая история Но папа улыбается очень даже понимающе Это было с мамой Но вот, понимаешь, для того, чтобы закрутить Этот вот маленький тайфунчик Цунамчик энергии Которые вот приводят к таким результатам Подними, покажи еще разочек Нужно все-таки вдохновение Вот когда ты думаешь, как папа это будет пробовать Тебя это вдохновляет? Да, потому что он всегда пробует Или с кофем, или с чаем Он говорит, ой, как вкусно Я всегда это люблю, когда он говорит Пробует Софика, а тебя вдохновляет, когда ты начинаешь Готовить свои печенюшки или свои безешки Как ты представляешь, как папа будет пробовать? Да, я всегда представляю, как мама, папа, бабушка Тимоша Мой брат Они просто возьмут Они просто откусят раз И потом все сидят Я просто так всегда думаю Потому что она моя семья И я их люблю Да, но надо попробовать до того, как они берут Чтобы тебя тоже досталось Одну печеньку тебе в карман Не забудь про нее Советы бывалых Прежде чем предлагать семье Слонь печенку в кармаш Не забудь так о парне Хорошая у вас семья, ребят Спасибо вам большое Аурели Стейсен с ее вкусняшками Софика, спасибо, что тоже делишься Мы еще вернемся в студию А пошла кофе заваривать Потому что у нас есть чем полакомиться Вместе с папами здесь в студии А мы вернемся уже с историями пап Утренние звездочки Это утренние звездочки И так интересно получилось Что вот сейчас я как раз говорила Папочки, вам так здесь нравится Но когда вы говорите в микрофон Этого совершенно Совершенно даже незаметно Кажется, что Ну просто бедных пап подняли Ни свет, ни заря Просто дети их притащили в студию И просто они сидят такие грустные-прегрустные И даже не за что делать Мы Софией знаем А, вы Софией знаете Ну теперь тогда, папочки Ваш выход У нас осталось несколько минуточек Говорите Фазерс Дэй То, чего так хотят услышать все те, кто нас сейчас слушают Кто не может вот прямо сейчас оказаться рядом со своим папой Или кто еще не позвонил Не позвонит чуть позже Или кто только еще на пути к папам Потому что нас же в машинах И во всяких разных еще средствах транспортных тоже слушают Поэтому давайте вот вы сейчас говорите Как вам нравится Фазерс Дэй Или, ну что-нибудь, что хочется Сереж, можно начинать? Давай Только ближе к микрофону Ну мне нравится Фазерс Дэй И мне нравится, конечно, получать подарки Очень Особенно, когда их дарят мои дети Это всегда Всегда такой подъем настроения И огромное удовольствие Я хотел бы очень поблагодарить их И сына, и Соню За подарки И за то внимание, которое они мне дают Спасибо Ну и, наверное, невозможно у себя представить Жизнь без детей, правда? Абсолютно Папа Ну и, наверное, вот сейчас самое время Еще и порадоваться за такую большую семью И привет огромной вашей маме Софея Сергеевна, Ирбе Синякова Огромного счастья в вашей большой семье Привет, мама! Если слушаешь, привет! А что, есть варианты, что может не слушать? Вау! Не, наверное, слушает Конечно Всегда слушают они, наверное Всегда, всегда Конечно Так, хорошо, спасибо большое, Сереж Игорь У нас же Аурель и Игорь Мстессин здесь Поэтому, конечно же, веское слово И ее папа тоже очень важно Я хочу сразу передать привет своей маме И сказать, что мне тоже нравятся такие праздники Мне все праздники нравятся У меня есть два подарка Здесь даже написано Ну что там написано просто? Те, кто нас просто слышат, они смотрят Я папин подарок Моя мама говорит На здоровье Очень здорово Два подарка Две девочки, которые в переводе на русский язык Их имена обозначают золото, да? Потому что голди это золотая И Аурели тоже золотая Да Чей это была идея? Это не была идея Это так получилось Красота Хорошо Большого счастья Ваша огромная семья И так было трогательно Когда папа передал привет своей маме Это в смысле Мама, спасибо большое Что я так могу чувствовать себя Папой Отцом Да, Дори, огромный привет Какие у вас на сегодня планы? Он не знает Ага Вот такие, да? Сюрпризы Позорождей Хорошо София А у вас какие сегодня с папой планы? К нам Сегодня будут приезжать в гости всех Будет на папе на день рождения И на день отцов О, вот это да А я думала, ты скажешь, знаешь Какие у нас сегодня планы? Аурель говорит Он не знает София, какие у вас сегодня планы? София, я не знаю Такие версии, да? В взаимоотношении Пап, что придумал на фазерс дэй? Это же какая-то, наверное, папская история Если люди приезжают в гости тоже Да Приезжают поздравлять Мы будем жарить шашлыки Будем праздновать А кто шашлык в доме жарит? Папа, да? Папа Папа Аурель, кто шашлык? Он самые лучшие шашлыки делает Я всегда самые лучшие шашлыки он делает Ай, красота А Аурелька, а у вас тут в доме шашлык делает? Я знаю, ваши кулинарные таланты Ну, все помогают Папа разжигает Мама делает мясо Ну, а все жарим Ага А какое самое-самое любимое твое блюдо, которое делает папа? Которое ты ешь тоже Не говори о халапине каких-нибудь или там красный перец У меня три блюда Когда он делает тыквенный суп Крутики и яичницу О, а вот крутики я даже не поняла А это у нас своя версия ругала Понятно Но о тыквенном супе он пообещал Он осенью придет и расскажет Если я его вытащу сюда А, знаешь, судьбой взгляда Он уже, по-моему, наш Правда, Игорь? Спасибо Так, ну, Софика, а ты скажи Какое у тебя любимое блюдо от папы? Мое любимое блюдо Это когда он готовит яичницу Утром он когда-то яичницу готовит И оно очень вкусное А там все перемешано, как скрамбл? Да, как скрамбл Скрамбл, это если спросить скрамбл Он делает скрамбл Если просто простой, он делает простой По одной из версий песни Естерина Картни была написана Именно о такой яичнице А потом он уже слова подставил Это одна из версий Поэтому вдохновляйся, Софика Может быть, еще что-то напишешь Зная писательский талант вашей дочери Уважаемый Сергей Так как раз, да, можно верить Ну что, спасибо Большое вам спасибо за ваших детей За ваше доверие За то, что вот так можно с ними встречаться Этими волшебными утрами Которые для меня абсолютно особые Я очень-очень ценю все то, что они, ваши дети Ваши дочери в себе несут Всех уважаемых радиослушателей Мы поздравляем Happy Father's Day И, конечно, и dads, и step-dads, и grand-parents, grand-dads, grand-fathers, да, наверное, так правильнее говорить, да? Дедушки, да, спасибо вам за вашу любовь За то, как вы заботитесь За то, что вы дарите Тем любимым вашим, который рядом с вами Папа, с днем Папа, тебя тоже Вот я тоже поздравила свою папочку Спасибо вам Счастливо Привет, Катюша Суботина Надюша Гениуш Привет, Владу с его папой Привет, Дилану с его папой И Насте Островской Привет с ее папой Так что очень надеемся, что мы еще с вами Ого-го Встретимся много раз Девчонки Ставлю тропательную песенку Папа и дочек Поэтому, папа, чур не плакать Девочки, улыбаться Ну и сейчас, наверное, потихонечку они тут потанцуют Вместе все Счастливо Это Руси Радио С праздником С праздником До свидания всем До свидания всем Вам волшебного дня, да? Да Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова